Одесские полицейские сдали почти 5 литров крови для пациентов детской областной больницы. После майских праздников здесь особенно в ней нуждались. Всеукраинская акция стартовала сегодня, ну а подробности об этом смотрите в нашем сюжете. 11 полицейских делятся кровью. От каждого из них почти по пол-литра. Одно из отделений детской областной больницы молодые парни и девушки обеспечили практически на 100%. Эта акция еще и всеукраинская. Мы сейчас хотим наладить эту работу, помогать детям. Я уже узнала, что есть малыш, которому нужна помощь. Поэтому будем теперь сотрудничать более плотно и постоянно. Ребята есть, ребята готовы помогать. И будем помогать, потому что это дети, это малыши, и наша помощь им очень нужна. Полицейские выбрали детскую областную больницу, потому что хотят сотрудничать на постоянной основе. А после майских праздников здесь особенно нуждались в донорской крови. Как я всегда люблю говорить, что мало крови не бывает. Бывают такие ситуации, что мы остро нуждаемся, ну, дети, находящиеся у нас на койках в нашей больнице, остро нуждаемся в компонентах крови. И вот сейчас эта акция как нельзя кстати. Многие из сотрудников полиции сдают кровь не первый раз. И уже не страшно, и самочувствие отличное. Главное – сладкий чай до и после процедуры. Это благое дело. Хочется помочь деткам, конечно. Если есть такая возможность, почему бы и нет? Только за. У меня есть такая возможность. Я молодая, здоровая. И если есть такая возможность, я пользуюсь ею, чтобы помочь другим. Врачи говорят, что это даже полезно. И полезно для меня, и если это кому-то помогает, то это вообще шикарно. Есть и те, кто впервые проходит эту процедуру. Тем не менее, чувствуют себя отлично и теперь будут сдавать кровь регулярно, чтобы помогать нуждающимся детям. Сейчас сдал кровь. Впечатления. Обычные впечатления. Все хорошо. Состояние как еду, так и после. Одинаковое. Чувствую себя хорошо. Главное, что кровь, которая была сдана нами сегодня, она пойдет на доброе дело. Поможет деткам. И, в принципе, это хорошо, что помогают людям. Сдавать кровь в следующий раз будут уже через два месяца. Ну а стать донором может каждый здоровый желающий. В возрасте от 18 до 55 лет. Всем крепкого здоровья желают Яна Нестеренко, Игорь Казанжи и Весь Седьмой канал.